В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. altesdefis.td.ru Здравствуйте. Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия одинарный лежачий фальс. Все работает. Так. Сегодня мы разберем одинарный лежачий фальс. Вот перед нами уже готовые картины. Нижняя картина у нас подготовлена. Сделано ослабление на P-отгибке и сделано ослабление на G-отгибке. Нижняя картина у нас готова. Для того, чтобы у нас совпадала картина сверху моё. Картина у нас может быть сверху. Мы её тоже подготовили. И картина у нас может быть 5 метров, 7 метров, 10 метров. И для того, чтобы у нас эта картина имела выход на линейное расширение металла, мы её, соответственно, делаем небольшим выступом. То есть выступ у нас 10 миллиметров слева отмерили, 10 миллиметров справа. Теперь мы соединяем верхнюю картину с нижней картиной. Вот таким образом. Проверяем, чтобы она у нас проходила. И для того, чтобы она была правильно установлена, мы её опускаем на 10 миллиметров. По нашей метке. С левой стороны и с правой стороны. Проверяем. Ну и чтобы она у нас не была болтающейся, мы её закрепляем на саморез. Итак, у нас готова картина. Картина у нас нижняя и верхняя. Сейчас мы проверим её по нашему хертежу. Подготовили вот эту нижнюю часть картины. Сделали ослабление справа, ослабление слева. Подготовили верхнюю картину. Сделали ослабление справа, слева. Отогнули. И теперь она у нас приставлена на этом тренажёре. Для того, чтобы нам продолжать уплотнять, мы не будем, как делают это кровечки, вот так вот отгибать это всё и киянкой уплотнять. Для того, чтобы не было капиллярного подсоса, рекомендуют уплотнять через доску или через фанеру или как у нас ОСБ. В этом случае у нас уплотнение идёт равномерно. ДИНАМЕРНО ДИНАМЕРНО Вот таким образом управляем. А в этих местах, где у нас соединяется справа и слева, мы делаем через определённые технологические решения. ДИНАМЕРНО Значит, для того, чтобы нам отогнуть в этом месте, мы должны взять клещи под 45 градусов. Ну ими, наверное, будет не очень удобно. Поэтому мы возьмём клещи для конвертов. И в этом месте, чтобы нам не порвать железо, мы будем отгибать при помощи вот такой специальной накладки. В других случаях здесь наваривается где-то 5 миллиметров, вот на этой кромке. И тогда нам не надо будет пользоваться этим железом. А так мы сейчас его устанавливаем. И в этом месте мы сейчас будем отгибать при помощи клещей постепенно. в этом месте. Совпадать, чтобы эта линия совпадала с нашей линией гиба. Вот таким образом. С этой стороны здесь можно теперь подправить картину сверху и картина снизу. Степенно сразу не заваливаем. Вот у нас здесь ровненько всё отогнулось. Сейчас ещё вставляем и побольше сгибаем. Вот так вот у нас 50 миллиметров. Поэтому нам надо полностью её захватить. И у нас, как видите, здесь, в этом месте у нас линия гиба совпала и не порвалась. Потому что мы делали через прокладку. То же самое мы делаем с левой стороны. Надеваем нашу прокладку. Устанавливаем. Совмещаем по линии. И вот в этом месте. Там, где может порваться. И её аккуратно поднимаем. Ну и в этих местах мы можем поднимать уже без прокладки. Так, анимаем. Так, в этом месте у нас тоже всё совпало. Таким образом мы поднимали две картины. В этом месте можно будет через деревянную прокладку, доску или фанеру. В этом месте можно установить. В этом месте можно установить. Вот таким образом мы соединили две картины. на одинарный лежачий фальс. Главное, что у нас угол ската здесь должен превышать 30 градусов. Тогда соединение в одинарный лежачий фальс. Правильно. всё, на этом заканчиваем занятие. Включаем аппаратуру. Включаем аппаратуру. Включаем аппаратуру. Включаем аппаратуру. Включаем аппаратуру. Включаем аппаратуру. Одеон. Продолжение следует... Продолжение следует...